Они превратили систему безопасности и защиты страны в труху. Это очень странный таракт. Такого таракта еще в России не было. Война может стать вообще перманентным состоянием Европы. Ребята, вы о чем вообще? Вы что, бредите что ли? Путин охраняет, к сожалению, очень хорошо. Франция вполне серьезно рассматривает вопрос эскалации помощи Украины. Европа потихоньку звереет. Партия Победы, она работает. Добрый день. Это программа «Вдох-выдох». Меня зовут Виталий Демарский. Уже три недели прошло после теракта в круглосу Сити Холли. О ясности не больше, чем в первые часы. Российская власть заказчиком называет Украину. Хотя вроде вину взяло на себя Исламское государство. Но вот нужно ли и можно ли предъявлять претензии российским спецслужбам? Вот тем, которым просто полагается обеспечивать безопасность общества. С этого и начнем разговор с политиком. Полковникам ФСБ в отставке Геннадия Мгуткова. Геннадий, приветствую. День добрый. Ну что, и первый вопрос... Я вас приветствую. Да, и приветствую всех зрителей, кто нас будет видеть и слышать. Сейчас я свое лицо перетащу в сторону. Первый вопрос такой, я бы сказал, профессионально ли сработали коллеги? Или, правильнее говорить, теперь уже бывшие, наверное, коллеги? А смотря, что они хотели и как они действовали. Если они работали на предотвращение теракта, то они не просто непрофессионально сработали. Они виноваты и обязаны быть наказаны по полной программе. Это первое. Но второй вопрос, если они действовали очень профессионально, гиперпрофессионально, и решали ту задачу, которую мы даже не можем подозревать, что они могли ставить. Ну, подозревать можно. Подозревать имеем право. Могла быть задача вполне очень сложная и профессиональная — это помочь в совершении теракта. Тогда они действовали очень профессионально, но, может быть, не предусмотрели тотальных последствий этого теракта. По крайней мере, это точно выглядит как полнейший провал, как полный развал системы безопасности, как неспособность, говорю, власти и спецслужб, и вообще всей правоохранительной так называемой системы защитить своих граждан от настоящих врагов, от настоящих террористов. Не от тех террористов, которые сейчас выступают, отнесены в список экстремистов-террористов. Вот перед тобой сидит один из них. А вот тех, которые убивают, жгут, взрывают и так далее и тому подобное. Хорошо. Тогда такой вопрос. Но, если я правильно понимаю, то упал уровень или не тем занимаются? Вот оппозиционеры, там, реальные или вымышленные, они действительно занимают больше внимания, чем потенциальный террорист. Да, я считаю, что лучший вариант для власти — это то, что они превратили систему безопасности и защиты страны в труху. Это самый лучший, самый оптимистичный для путинского режима вариант. Они развалили систему настолько, что она не способна вообще действовать при каких-то серьёзных, реальных обстоятельствах. Тут можно, конечно, вспомнить и Пригожинский мятеж, который при желании Пригожина мог бы быть закончен взятием Кремля. Если Пригожин захотел это сделать, он бы его взял. Либо, значит, вот действительно этот теракт, который показал абсолютно беспомощность всей системы против каких-то четырёх, там, отморозков, якобы четырёх. Вот. Но это лучший вариант для Кремля, потому что всё остальное хуже. Почему хуже? Потому что, в смысле, ребята профессиональные, да, все, значит, все эти силовики, ребята профессиональные, но занимаются... А где же они профессиональные-то у нас, если там всё в труху? Другие... А другой вариант, да. А другой вариант такой. Другой вариант, да. Работали по ИГИЛу, должны работать, обязаны работать. Создали ячейку, и, может, не одну, ИГИЛовскую, неважно, там, на территории Казахстана, Узбекистана, Таджикистана и так далее, это не имеет значения, или внутри России. Может быть, даже помогали им какие-то совершать преступления, они очень сильно опасны, для того, чтобы они вошли в доверие, стали частью ИГИЛа. Могло такое быть? Могло. Даже я бы сказал, что обязанно было быть. Потому что нужно изучать эту ИГИЛу, надо упреждать, надо вводить туда свою агентуру и так далее, и тому подобное, если ты хочешь узнать врага. А теперь дальше. Кому-то потребуется теракт. Тут вот и есть ячейка ИГИЛа. Ею можно через агентуру вышестоящую в ИГИЛе управлять. Можно сливать информацию необходимую. Можно что-то ещё. И, может быть, даже к досаде ребят, которые считали, что нужно помочь в совершении теракта, могла быть такая задача — помочь совершить теракт, который потрясёт общество. Могла такая поставлена быть задача? Могла. На мой взгляд, могла. Разве там 150-200 человек для Путина лишить жизни что? Проблема? Если это требует задачи его упрощения власти и так далее? Нет. Могла быть поставлена такая задача? Могла. И вот взяли и помогли, и очень сильно помогли совершить ужасный теракт в центре столицы практически. Ну, то есть тут самый крупный в России концертно-выставочный комплекс. Крупнее ничего нет. Вот поэтому, может быть, даже раздражены были тем, что американцы об этом узнали раньше, чем это нужно было. Может быть, поэтому и паузу сделали в две недели, чтобы сказать, а вот вы нас с ним... Ну, не знаю, предположим. Потому что всё то, что произошло в Крокус-Сити, начиная с первых секунд и кончая последними обстоятельствами, говорит о том, что это очень странный теракт. Такого теракта ещё в России не было. Вот с первых секунд. Вот давайте прям начнём. Вот давай прям с первых секунд. Выходят какие-то ребята с автоматами из машины. Крокус-Сити. Огромное количество полиции. Огромное количество людей. Люди идут на концерт. Люди паркуют машины. Люди выходят какие-то вооружённые с автоматами, с огнестрельным оружием. И двигаются 200 метров до входа в Крокус-Сити-Холл. 200 метров — это две минуты таким хорошим шагом идти до входа. Там кругом камеры. Там мониторная комната. Открытое пространство. Там открытое пространство. На мониторах, у камерах, у охраны. Радиосвязь. Тревожные кнопки. Мобильные группы. Группа быстрого реагирования. Могли они сработать? Обязаны были. Обязаны были предупредить. Обязаны были включить систему оповещения. Обязаны были блокировать входы. Много чего было сделано. Должны были быть сделаны. Ничего не сделали. Дальше. Мы видим при убегающих людях кинологов с собаками. Ну ладно, кинологи могут и бежать с собаками, потому что, конечно, там с голыми руками на шашке, как в известном анекдоте, да? Вот, с голыми пятками на шашке. Куда же там лезть? Но если кинологи стоят на входе, и собаки обыскивают в надежде найти либо наркотики, либо взрывчатку, предположим, собака находит идущего в зал террориста. Что может сделать кинолог? Дать сигнал. А дальше должна сработать специальная группа захвата и обезбреживания этого террориста. Со всеми средствами. Там, допустим, подавление сигнала. Бронепапками, бронесчетами, чтобы снизить возможность взрыва, если кто-то начинает нажимать какие-то кнопки или дергать какие-то шнурки. И так далее. То есть должна быть подготовлена тут же находиться группа захвата. Кинологов мы видим, а где группа захвата? Только не надо говорить в Караганде, потому что это второе место в эту рифму в России по частоте упоминания. Вот. Дальше смотрим рамки, почему не работают. Всегда работали, всегда там на этих рамках проверяли, всегда не звенели, в этот день не работают. Охрана стоит, по которой открыт огонь. Почему охрана не успела предупредить или предупредила, может быть, но никто не среагировал? Почему не сработало отделение, которое находится внутри Крокус-сити-холла, в этом же здании? С оружейной комнатой, с автоматическим оружием, с пистолетами Макарова, с десятками сотрудников, способных и умеющих использовать оружие, обязанных защитить людей от любых преступников. Почему? Почему не срабатывает группа быстрого реагирования охраны? Почему не срабатывают мониторные? Почему не блокируются какие-то, так сказать, там, входы для террористов? Почему не срабатывает система оповещения? Не включаются сирены, не включается тревога, не идёт оповещение, куда люди двигаются, что им делать и так далее. Почему? Дальше смотрим. Почему не срабатывает система пожарного тушения с всякими разбрызгивателями, со всякими датчиками, детекторами, с, значит, этими пожарными пушками, которые выстреливают по очагу, автоматически наводятся на, ну, по теплу наводятся. Вот на наибольшую температуру туда идёт сразу, пушка стреляет, так сказать, соответствующей водой, чтобы там, ну, прекратить этот пожар. От кресла не могла загореться крыша, не мог загореться весь этот 13-тысячный крокус-холл, чтобы до такой степени, чтобы прогорели железные эти самые перекрытия, они рухнули потом бы, а температура там превратилась в труху. Значит, это всё, и всё это происходит за 18 минут. Говорит об этом Следственный комитет, что они нашли 28 отстрельных магазинов. 28 отстрельных магазинов на три ствола, это 9 с лишним магазинов. Это, значит, практически безостановочно должна была идти стрельба. Мы по видеокамерам этого не видим и не слышим. Кто же тогда стрелял? Кто отстрелял эти 28 магазинов? Это магазин 30 патронов. Я хорошо знаю автомат Калашникова, и много из него стрелял в своей молодости, там, до чёртика. Настрелялся из этого автомата и днём, и ночью, и в поле, и не в поле, и по мишеням таким, и по мишеням сяким. В общем, знаю, как работает эта штука. И потом стрелял, потом ещё, когда нас там возили по блату, уже работал в органах, на различные полигоны, стрелок его просто для интереса. Не работает автомат, он начинает плеваться на втором, на третьем рожке. Он разогревается, у него ствол становится красным. Я никогда не думал, что вот так я увижу ствол автомата, как вот из кузнечного этого, чуть ли не из прокатного стана. Он раскаляется, начинает плевать пулями. Как они могли отстрелять? Делаем дальше, опять-таки. Они спокойно уходят. Причём уходят, не убегают, не воспользуются паникой, не на плечах, так сказать, несущиеся и кричащие от ужаса толпы. Они спокойно садятся в ту же машину, которая 18 минут их ждёт. 18 минут. Там какие-то наши комментаторы говорят, как же так, там пробки туда-сюда, правоохранители подъехать не могли. А как они-то тогда уехали? Да ещё на бешеные скорости ушли. Опять-таки дальше смотрим. Эти люди, которых наняли в чате, холоднокровно убивают десятки людей. Не дрогнув. Значит, у этих людей должна быть кровавая биография, боевой опыт. Нельзя привыкнуть к чужой смерти, так сказать, не имея опыта к этому. Даже там ударить человека кувалдой по голове, это нужно, так сказать, там долго тренироваться либо на боках, либо там на козлах, либо на ком-то ещё, либо применять это в каких-то других там ситуациях. Не может просто так человек, не нюхавший пороха, стать безжалостным убийцей. Дальше. Идёт машина. Сбешеная скорость, нарушая все правила дорожного движения. В машине нет ни оружия, ни взрывчатки. В ней сидят люди, совершившие тяжелейшие, так сказать, преступления, которые понимают, что они смертники. Скажите, пожалуйста, почему у них нет ни оружия, ни взрывчатки, ни готовности к сопротивлению? Ничего нет. Причём они понимают, что их при таком движении даже гаишники должны преследовать. Ну, машина идёт со скоростью 150-160 км в час по ночной дороге. Что это означает? Потом каких-то этих четырёх таджиков нам показывают. Говорят, что это и есть те злодеи, которые уничтожили 13 тысяч квадратных метров, уничтожили проклосити холм полностью, нахрен, с потрохами. Короче говоря, там, когда начинаешь разбираться, там одни вопросы, 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 вопросы без ответств. Поэтому я не вижу. Нет, а не может быть, это всё проще. Вот там предъявляются какие-то претензии хозяевам этого проклосити холла, что, может быть, там просто некачественно построено, что все эти противопожарные устройства просто не сработали, потому что просто не работают или плохо работают, ну и так далее и тому подобное. Просто такое обычное наше отечественное расследовательство. Не может, не может. Потому что я знаю, ну, людей, которые там работали, ну, работали, конечно, я не знаю, работали ли в этот момент вообще. Часть этих людей когда-то работала в нашей компании, часто по технической безопасности. Они уходили там лучше, там рыба, ищут где глубже, человек где лучше. Они переходили туда на работу, рассказывали, что там серьёзная система безопасности, передовые, современные, что тратятся большие деньги на техническую безопасность, на обслуживание этих систем. Постоянные идут проверки, постоянные контроли. Но я могу сказать, что в последнее время, вот уже чем увлекалась наша, так сказать, там система контрольная? Система оповещения. Чтобы людей нужно было оповестить, в случае чего какой-нибудь дрон пролетел, эвакуировать и так далее. Система оповещения должна была быть везде, развешаны эти динамики, колокольчики, какие-то автоматические, полуавтоматические режимы, пульты управления этим системой. Замотали все эти там какие-нибудь маленькие магазинчики в тысячи квадратных метров, их там задолбали и прочее. Проверки шли по всей стране в последнее время. Где эти системы? Я точно знаю, что Крокус-Сити, он может там чего угодно говорить. Там была прекрасная охрана, там были современные системы контроля доступа, там было замечательное, замкнутые на мониторной комнате охранное телевидение, там были группы быстрого реагирования, там были средства коммуникации с оперативными группами правоохранительных систем, там были великолепные системы пожаротушения, там была прекрасная система оповещения людей о всяких опасностях, куда эвакуировать и так далее, и тому подобное. Там все эти входы-выходы были оборудованы соответствующими замками, которые называются антипаника в просторечии, при нажатии на любую ручку они открывают изнаружи, чтобы люди могли выйти. Все это было там сделано, на все это было истрачно большие, огромные, для любого там человека деньги, миллионы долларов, если не десятки миллионов, и ни одна система безопасности не сработала. Такого не бывает. Я думаю, допустим, сработала охрана, сработала мониторная, не сработала, допустим, система пожаротушения. Хорошо, да, согласен, может быть. Сработала система пожаротушения оповещения, не сработала охрана, вот там какие-то перебои, кто-то вывел из строя серверные. Вот понимаю, почему-то она... А когда не срабатывает ни правоохранительная система, ни система связи, ни система пожаротушения, ни система там задержания, ни полиция, ничего не срабатывает. Но не бывает такого, Виталий, но не бывает. Такого не бывает. Даже при раздолбайском, разгильдяйском отношении что-то да срабатывает. А вот у меня такой вопрос. Вот все, что сейчас рассказывал Гудков, это рассказывал Гудков, полковник ФСБ, хоть и в отставку. А Гудков – политик. Как он объяснит то, что прошли выборы, Путина там на какой-то очередной срок, уже пятый, да, что все, уже сбиться можно с отчетом. Ну, шестой, если считать вместе с Медведевским, да, так получается. Ну, а если считать по четыре года, то уже... Ну, да, да, да. Какой-то сиримой уже пошел. Ну, хорошо, да, хоть пятнадцатый. Зачем ему... Зачем, если это... Понятно, кто автор этого теракта, зачем ему начинать очередной свой срок, очередной свой мандат вот с такого? Я говорю, вот как политик просто. Мне кажется, что ничего хорошего это ему не принесло. Это не... Что это должно было оправдать? Хорошо, тогда мне вопрос. А Беслан что-нибудь хорошее ему принес? Ну, там же что там сделали? Отменили выборы сразу. Не-не-не, вот ему что-нибудь хорошее, сам теракт Примбеслана принес? Нет. Нет. А как зато использовали? Что нужно закручивать гайки, отменять демократические свободы, назначать региональных руководителей, уничтожать муниципальные органы управления и так далее. Ну, может быть, ему нужен повод, может, ему нужно уже в состоянии шока общества, что вот на этом шоке что-то выводить, делать и так далее. Или, может быть, просто кто-то перестарался. Хотел сделать маленький терактик, обвинить Украину, вызвать какую-то истерику, а получили жуткую трагедию, в которой самые лучшие версии для Путина, что он полностью развалил всю систему безопасности, и она не идееспособна. Это самый лучший, так сказать, для него сценарий. И поэтому, так сказать, перестарались и получили вот жуткую картину полного тотальной административной, так сказать, и прочей импотентности и способности ни к чему. Ну, сейчас они подзаткнулись. Ну, как подзаткнулись? Украину обвиняют, в ООН побежали назначать Совет Безопасности о том, чтобы Украину надо заставить прекратить делать террористические акты, ну и так далее. Пытались возбудить антиукраинскую истерику, мы ещё не знаем, чем это закончится. А потом у меня вопрос сразу, вот опять-таки. Ну, давайте, хорошо, нормальная власть, что-то произошло, провалили. Значит, должны быть серьёзные отставки. Должна быть серьёзная перетряхивание силового ведомства. Должны быть сделаны выводы. Должны, так сказать, люди быть наказаны. Кого наказали? Стрелочник опять. Опять виноват стрелочник. Как помните, когда в вагон метро, там погибли люди, там была трагедия. Да, да, да. Метро, которую забыли уже. Там мы главного нашли. И виновник действительно стрелочник. Причём по профессии стрелочника. Вот здесь тоже стрелочники оказались. Они, правда, по профессии, якобы ответственны за пожарную безопасность. Но какая же там нахрен может быть пожарная безопасность, когда подготовлен к поджогу гигантский зал? Похоже, что он был подготовлен к поджогу. И специально все эти системы были отключены. Я не понимаю. Где отставки? Отставки где? Нет, а у меня такой вопрос. Если ты в курсе того, что там происходит... Виталий, извини, берегу. Вот если Путин хотел извлечь, ну, как бы, так сказать, личное, так сказать, ну, вернуть к себе доверие, он бы сказал, что, друзья, я ваш лидер. Я верю на себя ответственность. Я понимаю, что это провал. Я понимаю, что там... Я слишком много доверял там таким-то, таким-то. Завтра же я их отправляю в отставку. Мы примем меры. Мы защитим каждого россиянина. Мы не позволим врагам, так сказать, дестабилизировать нашу жизнь, уничтожать наших граждан. Я выражаю искреннее сочувствие, соболезновение. Ну, такая должна была бы речь быть. А что мы видим? Украинцы, мировые западные закулисы, Макрон. Ребята, вы о чем вообще? Вы что, бредите, что ли? У вас, может, там наркотики принимаете, нанюхались чего-нибудь там. Вот, ну, о чем вы говорите? У меня такой вопрос еще. Внутри спецслужб, внутри той же ФСБ, ну, трудно предположить, что там многотысячный коллектив, да, как у нас принято говорить. Трудно сказать... Ну, я бы даже сказал, что многосоттысячный, если мы говорим в целом о системе. Многосоттысячный, да, 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 да. Трудно, невозможно предположить, что вот эти все там несколько сот тысяч, что все они, значит, не профессионалы, дилетанты, и вообще ничего не умеют. Внутри спецслужб, они, там же есть же люди профессиональные, они понимают, что из них делают, и что они должны делать, совсем не то, что вообще-то требуется от них. Ну, с учетом моего гордого экстремистского и террористического звания, конечно, мне сейчас сложно сказать, что там внутри системы, понятно, люди боятся делиться. Вот, но я могу предположить, что даже сейчас в этой системе многолетнего негативного отбора кадров остались немало нормальных профессиональных людей, которым либо стыдно, либо там в силу обстоятельств они дослуживают, чтобы получить пенсию, там уйти и так далее. Я предполагаю, что таких людей там достаточно, достаточно, не скажу, что достаточно много, но достаточно, чтобы понимать весь ужас произошедшего. Я думаю, что, конечно, они оценивают это в лучшем случае как полный развал системы, что их переориентировали на другие цели, что они занимаются исключительно политическим сыском, что они исключительно погрязли в коммерческих финансовых делах, в переделе собственности, а заниматься собственной безопасностью государства людей им уже некогда, да и незачем, потому что это не оценивается. Оценивается лояльность, оценивается, как бы так сказать, истовость в защите власти и более ничего. Все остальные функции, они, как бы так сказать, редуцированы сильно, сокращены и не так важны. Вот я думаю, что профессиональные деградации, профессиональные, понимание профессиональной деградации системы, она, конечно, есть, она вызывает у приличных людей, у настоящих профессионалов, такие все-таки еще есть, как минимум чувства стыда и ответственности, и желания отмазаться. Я надеюсь, что эти чувства, которые я описал, они присущи, ну, тем людям, которые еще, как бы так сказать, не повязаны в преступлениях, не уронили офицерской доблести, чести. Да, их, может быть, там не так много, как надо было бы, но такие люди все же там есть. Я думаю, что у них состояние шока от того, что произошло, гораздо больше, чем, может быть, даже у обычных людей, потому что они глубже понимают СТОНС. Ну, страна уже переживала вся репрессия, но мы знаем одну вещь, ну, а с тем, по-советскому, что такое советский опыт, да? Все-таки спецслужба и такая служба, как КГБ, ставшая теперь ФСБ, она была под политическим контролем. Сейчас получается... Я хочу сказать, это не только ФСБ, КГБ, все специальные службы в авторитарных, в авторитарных государствах, являются главным носителем, главным хранителем власти, главным носителем вот этого подавления любых недовольных в любой стране. А явление других инструментов не придумано. Это как вот, когда нужно рубить и рубить дерево, надо взять топор или пилу, другого ничего нет. Но все-таки, смотри, вот я помню еще по советскому опыту, например, что у КГБ, что в ЦК партии, ЦК КПС, КГБ не мог зайти просто так. Потому что это политическая структура, которая была над КГБ. Нет, это не так. Нет, это совсем не так. Внутри партии, в самом сердце партии в Политбюро, были люди, которые принимали вместе с лидерами страны решения. И от их мнения, от их точки зрения, от их информации зависело очень многое. Ну, тут же Андропов был вторым человеком в стране. Вторым. Но потом и первым. Потом и первым. Но потом он стал первым, но это он стал уже политиком. А до этого он перешел из разрядов политиков в разряд руководителя спецслужб, и он стал вторым по значимости в стране человеком. Или мы берем, допустим, Малют Скуратов. Малют Скуратов, несмотря на то, что там были более знатные бояре и роды, он стал главным инструментом и главным сподвижником всей политической репрессии и всей системы удержания власти и подавления недовольства Ивана Грозного. При Сталине Берия, который там был сначала каким-то там политиком, партийным деятелем, стал руководителем спецслужб и он был вторым человеком в стране по влиянию. Он пытался, кстати, стать первым, но ему не удалось. То есть мы имеем здесь массу исторических примеров, которые доказывают одно правило. Диктатуры, тирании всегда держатся на аппаратах подавления ключевую роль, в которых играют безусловно всегда спецслужбы. Совсем, что ты сказал, согласен. Но при этом, вот ты сам говорил, второй номер, Скуратов второй номер, Андрохов второй номер, есть первый номер, политический руководитель. Я к чему все это веду? Что сейчас КГБ, ФСБ, да, само обеспечивает свой политический контроль, само над собой, над ним уже никого нет. Нет, нет. Путин, Путин, а кто на них? Есть Путин. Выходец оттуда же, выходец из этой же страны. Не важно, откуда он выходец. Сталин был выходцем вообще из духовных краев, и Ленин из юридических. Пол Потт был радиоинженером. Можно там вспоминать профессии других тиранов. Они разные, так сказать, биографии имеют. Но факты ставятся фактом, что человек, который становится руководителем политическим, он и устанавливает диктатуру, тиранию авторитарных государств, он подтягивает под себя вторым человеком, как правило, руководитель спецслужб или что-то похожее, ту силу, на которую он опирается, удерживая политическую власть. А кто сейчас второй номер? Патрушев? Патрушев. Патрушев. Да? Конечно. Тоже, 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 так сказать, выходец из дуаен, корпуса стражей революции. Ну, под Патрушевым сейчас вообще всё. И Совет Безопасности под Патрушевым, он ещё через Совет Безопасности работает, и Бортников под Патрушевым. Я уж там не говорю про всех остальных. То есть сейчас есть ключевой орган, который обеспечивает всю политическую систему репрессий, сдерживаний и так далее. Это ФСБ. Оно является доминирующим, под ним находятся суды, прокуратура, МВД, следствие и так далее. Там есть, я всё время говорю, что автономия есть только у двух звеньев силовой системы. Относительная автономия. Это Росгвардия, силу личности, золотом и его близости к Путину. И то, и то, я думаю, что сейчас немножко всё это меняется. И второе, это ФСО, потому что Путин обязан строить свою личную ещё к тому же какую-то спецслужбу, которая работает лично на него. Не только, да, ФСБ работает как лично на него, так и на всю систему, а вот ФСО работает лично на Путина. Поэтому вот сейчас такая ситуация, при которой, при военной, так сказать, хунте, при диктатуре, при тирании, безусловно, вся ответственность за сохранение и удержание власти лежит на спецслужбах и всех тех механизмах, которые, и полномочия, которые даны, которые им, так сказать, спущены политической власти. Но, опять же, вот ФСО, личная, как бы, спецслужба президента, да, личная спецслужба. Да. И при том профессионализме, о котором ты говоришь, да, и который был проявлен там при теракте, все-таки, значит, есть службы, это служба профессиональная или она так же защищает Путина, как все другие службы защищали Крокус-Сити-Холл? Ну, кто же ей позволит так защищать Крокус-Сити? Президента, как Крокус-Сити? Нет, конечно. Конечно, там совершенно другие требования, другие критерии, другое качество проекта. Я потом еще раз говорю, что я не уверен, что Крокус-Сити это просто развал системы. Я совсем в этом не уверен. Я больше склоняюсь ко второй версии, что надо было сделать теракт, и его сделали. Нет, Путина охраняет, к сожалению, Путина охраняет, к сожалению, очень хорошо, я это знаю. и огромное число людей, и огромное число технических приемов, способов, систем, и там огромные ресурсы на это тратятся, огромные ресурсы. Поэтому Путин с точки зрения прямого действия на него защищен очень хорошо. Я бы даже сказал, что он является одним из самых защищенных людей в мире. Я думаю, что таких людей немного, может быть, 3-4-5 от силы, людей, которые, ну, имеют практически гарантированную систему безопасности своей личной. Это президент Соединенных Штатов Америки, Владимир Путин, я думаю, что это китайский Си Цзипин, я думаю, что это корейский Ким Чен Ын, ну, может быть, там еще пару-тройку диктаторов, которые, так сказать, направляют огромные ресурсы на свою личную безопасность. Как правило, это касается либо лидера, стран-лидеров, либо таких жестких тираний и диктатур, которые вынуждены каждый день заботиться о сохранении своей жизни. Возвращаясь к теракту, ну, мы знаем, да, что Кремль, российская власть пытается все переложить на Украину. Есть ли это все-таки иди... Вот это еще один признак, еще один признак в пользу моей конспарологической версии. Еще один признак, потому что ФСБ в первый же вечер, если ты помнишь, первый вечер ФСБ, я считаю, как-то не то, чтобы порадовался, но думаю, ну, ладно, хоть эти не врут. Слава Богу. ФСБ заявил, что не видит никакого там украинского следа. Это было через два часа после теракта примерно, когда вот это было заявление ФСБ, оно было озвучено российской мировой прессой. И я еще подумал, ну, как-то удивительно, что эти там сразу сказали вроде как по-честному. Я так еще как бы, так сказать, подумал, что надо же вот как-то прям по-честному они сказали. Вот. А потом все началось в обратную сторону. Что-то там, видимо, принято было решение все равно, несмотря на очевидные, так сказать, нестыковки, все равно топить за эту версию. Ну да, там какие-то дырки на границе нашли там сразу же. моментально. Не успели их поймать. Которые никто не видел, не знает, и которые никто не подтверждает. да. Причем почему-то дырка только с одной стороны была на границе, на той, в Украине, а у нас на российской. А на российской. И минные поля забыли убрать. И минные поля забыли еще раз. Да, да, да. Вот. Да, идите, идите, ребята, вот как раз минные поля пересечете, и кто дойдет, вот там увидят окно. У меня вот такой вопрос в связи с этим. Я думаю, что еще плюс ко всему, и здесь еще, по-моему, я уже не помню, то ли МИД наш в лице госпожи Захаровой, то ли еще кто-то, начал усиленно отмазывать ИГИЛ. Да мы дружим с арабским миром, да вообще ИГИЛ тут ни при чем. Хотя сам ИГИЛ вроде и заявлял, да, что они сделали и так далее. Конечно, они даже кем-то показали заботливо и без искажения переправленные в виде записи. Я не верю, что эти четыре сумасшедших таджика, несущихся на бешеной скорости, передавали им записи туда для отчета. Значит, кто-то это делал в стационарных условиях с хорошим Wi-Fi как минимум и получив в руки свои вот эти записи, чтобы можно было большого искажения от качества перевода. Да, и кстати говоря, вот сейчас видно, как, судя по всему, этим же терактом занимается Турция, кстати. Они, 150 человек арестовали в Турции, подозреваемых в том, что они члены ИГИЛ. они тут же, моментально, чуть ли не на следующий день после этого тараха, они всего, вот буквально на этих днях пришло сообщение, что они там устанавливают визовый режим с Таджикистаном и так далее, и так далее. да, то есть они показывают, что откуда ноги, как по их версии, да, откуда торчат ноги, и вот кем надо заниматься. Но у меня вот здесь такой вопрос, не возникает ли, почему, собственно говоря, Кремль не хочет ИГИЛа, потому что получается, это еще один фронт. Вроде с терроризмом в последнее время особенно бороться-то не надо было, внутри страны во всяком случае, да, уже давно каких-то террористов не было. Путин стал дом, сделал Кремль домом для террористических организаций, потому что сама психология Кремля и ведение им террористической войны, она подтолкнула его к тому, что сделал Кремль пристанищем террористов. Туда же кто приезжает? Иран, который создал все эти террористические структуры на Ближнем Востоке, Красном море и так далее. Иран там спокойно встречается с Хамасом, да, там мы знаем контактах, прекрасных отношениях с Балой. Мы знаем, что сейчас на форум в Казани приглашена делегация Талибана и в российском эстебричменте всерьез обсуждается тема изменения характеристики Талибана. Талибан сейчас признан террористической организацией в России, а надо их признать нормальной организацией, то есть снять с них вот это клеймо террористическое. Но только остался один ИГИЛ из крупных террористических групп, которые действуют в мире, которые являются квази- такими государствами, да, то есть их создали какие-то государства, это гибридная форма войны с демократиями, гибридная форма вообще не войн, с помощью вот этих созданных террористических движений. Они финансируются государствами, поддерживаются, вооружаются, оснащаются и так далее. И вот по сути дела сегодня центром такого террористического интернационала стал Кремль. И поэтому им как-то сейчас ИГИЛ-то западло уже объявлять террористической организацией. Я же несмотря на произведённый таракт и взятие ИГИЛ-ам ответственности за этот таракт и там заявлением о том, что будут мстить Путину и за пытки, и за всё прочее, и за пороганные ценности исламские. Мы же ещё в Сирии с ними боремся. Мы боролись с ними в Сирии, а может быть сейчас уже не будем бороться, если сейчас турки с ними начали бороться. А почему бы сейчас там возникнет идея? Может быть их как-то использовать можно? А может они не такие уж враги, а может быть они всё-таки ближе гораздо к Путину, к Кремлю, чем мы думаем. Поэтому ещё не факт, что ИГИЛ останется во врагах. ИГИЛ был жупелом и куглом, которым размахивал Кремль раньше. Вспомните вот этих жён осуждённых, вспомните различные уголовные дела по содействию ИГИЛа и так далее и тому подобное. Всё сваливали на ИГИЛ, сделали его главным врагом режима за рубежом в таком террористическом мире. А теперь видимо они локти кусают, а как бы нам поставить на службу этот ИГИЛ. Ну у меня такое впечатление. Поэтому я не исключаю мысли, что после признания Талибаном вполне цивилизованной светской нормальной властной структурой, мало что там они женщину решили убивать камнями публично, ну с кем не бывает, ну погорщились ребята, ну да, ну что, будем возражать озабоченность по поводу каждой забитой камнями женщины. Вот. Они ещё могут сейчас и с ИГИЛом переиграть. у меня такое впечатление, что там какие-то игры могут начаться, какие-то контакты, тем более я так полагаю, что агентура в ИГИЛе ПСБшной должна быть и сверочной. На мой взгляд. Там могут продвигать эту мысль. Я не исключаю. По ИГИЛу они поменяют позиции. Да, и поэтому не хотят не обвинять ИГИЛ, и поэтому тоже, вернее, да. Ну конечно, кто сказал в России, что мы этот ИГИЛ уничтожим? Мы не позволим им убивать наших граждан в Москве. Кто-нибудь сказал, я извиняюсь за оружие, хоть одна падла произнесла это, пламенную речь? Вот пьяный там Медведев или вышедший из запоя Медведев произнес пламенную речь, что мы всех замочим всем на западе. Всем, чтобы неповадно было. Там проклятые французы, проклятые НАТО, проклятые эти самые. Это он произнес. Хоть одна падла должностная произнесла что-то подобное, что ИГИЛ будет отомщен. Что мы не позволим убивать наших людей, мы не позволим, так сказать, дестабилизировать обстановку в России. Мы как никогда сильны и решительны. Но хоть одна какая-нибудь зараза сказала вот это в Москве. Я лично не помню. Может быть, у меня поправьте. Может, я напрасно уже наговариваю. По поводу Украины вопрос. Положение у нее трудное. Судя по всему, положение трудное. В общем, в случае сопротивляется. Да. Но я помню, помню, еще два года назад, когда только начиналась эта война, люди говорили, опытные люди говорили, с кем вы боретесь? Вы боретесь с Украиной? По опыту прошлых воин, от Украины можно ждать всего, чего угодно. Любых нетрадиционных, я бы сказал так, методов борьбы. Например, партизанской. Я помню, что многие предсказывали, что в случае, если, так сказать, российская армия будет успешной относительно, будет предназначена, то в конечном итоге Украина ответит партизанской войной. Сейчас мы видим, там, партизанской войны пока нет, но все более массированными становятся обстрелы российской территории и объектов. Как ты думаешь, стоит ли вообще ждать вот такого увеличения таких действий Украины против России? Насколько вообще территория? Виталий, ну вот я хочу, чтобы мы были честны с нашими зрителями. Давайте по-честному скажем, что партизанская война, это война, которая ведется не просто с жителями, взявшим в руки там кто что там, кто камень, кто вилы, кто там косу, а это организованная государством подпольная деятельность вооруженной борьбы на оккупированной территории. И даже мы, если вспомним ту, вторую мировую организацию партизанского движения, там закапывали склады с оружием, с документами, с продовольствием, чтобы люди к вам ушли по заданию, там вставлялись в списки этих отрядов, командований и прочее. И тогда, когда противник приходил, на этой территории уже существовало, по сути дела, государственное подполье, государственное партизанское и диверсионное подразделение. И всегда партизанская борьба, это деятельность государства, когда у этого государства есть возможность. Даже Денис Давыдов, известный, так сказать, кто такой Денис Давыдов, организатор партизанского движения, это разведаны диверсионные отряды, которые создавались в тылу наполеоновских войск. Это была осознанная деятельность государства. И всегда партизанское движение получает какую-то поддержку, помощь и так далее. Я думаю, что украинского государства больших возможностей, сил и ресурсов для организации мощного партизанского движения на оккупированных территориях пока нет. Для них война, видимо, была очень неожиданной. Они не готовили там подполье, они там не собирали обкомы, горкомы, они там не делали схроны с оружием, с боеприпасами. И поэтому, когда мы сейчас говорим об организации партизанской, почему ее нет? Потому что пока не созданы условия. Просто не созданы условия. Могут быть эти условия созданы? Могут. Если Украина решит, что партизанская война, это сейчас такая важная форма, которая ведет к победе. Мне кажется, что они сейчас сосредоточены больше на фронте, на оружии, на западной помощи и так далее. Может быть, они просто в этом смысле пока еще активно не работают. Вот, возникнут ли партизанские движения внутри России, подполье, когда-нибудь возникнет. Сейчас, наверное, у этого движения, ну, оно есть, мы все равно это видим, мы ощущаем, что оно есть, оно может быть не очень сильно развитое, но у него сейчас нет таких вот серьезных условий, такой, может быть, поддержки. Партизанское движение еще образуется там, где есть поддержка населения, такая, серьезная, потому что, ну, без этого не просуществует, должна быть поддержка, должна быть база. И, может быть, сейчас пока такой базы еще для партизанского движения внутри России нет. Оно в самом движении есть, но это все-таки движение отдельных людей, отдельных групп, немногочисленных. Вот, поэтому, либо это недоработка государства, либо нет возможности, либо пока еще нет как бы выстроенной в этом смысле стратегии. я не знаю, этот вопрос уже не ко мне, наверное, больше к украинским спецслужбам. Ну, конечно, понятно, это понятно, это понятно, но, тем не менее, тем не менее, ну, наверное, наверное, вот как, ты считаешь, с точки зрения ведения войны, Украина, тем не менее, имеет право на такие действия? Имеет, конечно. Морально. А в войне, в войне все ставится на карту, на карту победы. На войне все ставится, ну, что не может делать демократическая страна? Она не может вести войну с гражданским населением, потому что это террор. Осознанно, подчеркиваю, осознанно уничтожать гражданское население ради того, чтобы уничтожать. Это она не может делать, это, ну, как бы, так сказать, сразу ее ставят в разряд, ну, как бы, так сказать, стран без моральных нравственных принципов. А все остальное Украина в праве делает. Потому что на карте стоит судьба страны, судьба народа, его свобода, независимость, суверенитет. То есть, по большому счету, как это называется, экзистенциальная экзистенциальная угроза. Угроза самому существованию украинской нации как таковой. И в этом смысле украинцы имеют право на практически все, кроме террора. абсолютно на все, кроме террора. Ну, в общем, наверное, так, да, и есть. А что такое, я не знаю, время от времени возникает некий русский, по-моему, да, или российский, русский добровольческий корпус, или что-то такое. это украинское образование, формирование, или вообще непонятно чье, и непонятно, что его... оно позиционируется как российское. Оно, конечно, позиционируется как российское, там есть люди с российскими паспортами, российским гражданством, но не в этом дело. Они же не могут сами по себе существовать в безвоздушном пространстве. Конечно, это деятельность государства украинского, которое организует эту работу, обеспечивает этих людей оружием, боеприпасами, содержанием, дает им соответствующие данные, тренирует, готовит их, и так далее, и тому подобное. Тут ничего, никакого секрета... Это секрет Польшинель, это все знают и все понимают. Вопрос о том, что существует отдельный какой-то русский корпус или там отдельно. Нет, не существует. Не существует. Они формально являются таковыми, но по сути, конечно, они являются продолжениями вооруженных сил Украины и их соответствующих разведно-диверсионных подразделений. Украинские спецслужбы, собственно говоря, они же сформированы, воспитаны и подготовлены в тех же условиях, в тех же учебных заведениях, что и российские. конечно. Но не совсем так. Это было до начала, до 2014 года. А с 2014 года все-таки идет подготовка части украинских военных, в том числе западными инструкторами, западных учебных военных заведений, школах. и поэтому сегодня, а если мы говорим о сегодня, уже после 2022 года, когда началась война, то, конечно, сегодня, я думаю, что украинская армия в основном действует по стандартам НАТО. и по вооружениям, и по тактике, и по представлению о боях, но с учетом украинской национальной специфики, все-таки они больше обучены западными экспертами, специалистами для войны. И пропорция офицеров, солдат, которые имеют вот это образование НАТО, условно говоря, подготовка НАТО, оно возрастает, оно становится доминирующим. Я могу ошибаться, но мне кажется, что это так. Такой вопрос, наверное, мы подходим уже к концу нашей беседы. Как ты, видишь ли ты какой-то выход из этого кровопролития? Есть ли вообще возможность завершить его? Каким образом? Только безоговорочная капитуляция одной из сторон, потому что договориться, судя по всему, они не могут ни о перемирии, ни о прекращении огня, только получается, что только капитуляция одной из сторон может закончить эту войну? Или не так? Или все-таки договор... Скорее всего так. Мне этот вопрос задали, вот совсем недавно я выступал на болгарском телевидении, и мне задали вопрос. Скажи, пожалуйста, вот как вы видите, видите ли вы вообще возможность, чтобы Путин и Зеленский сели за стол переговоры? Я сказал, что если это произойдет, это будет для Европы катастроф. Потому что с Путином сесть за этот стол переговоров можно только в одном случае, что он готов, выводит войска, признает свое поражение, признает вину за развязанную войну, готов к переговорам о выплате репараций, признании соответствующих границ. Вот в этих условиях можно с ним сесть за стол переговоров. Если этого не будет, то здесь нужна какая-то военная победа. Военная победа это не обязательно полная деоккупация, это достаточно выдавить армию путинскую за линию 23 февраля 22 года, это будет полное поражение Путина. И вот эта программа может стать реальной, массированной, осознанной, при серьезной помощи, которая, наверное, очень должна измениться по качеству при такой вот помощи западной коалиции, поддерживающей Украину. Может быть, это не будет капитуляцией, но это точно должно быть военным поражением Путина. В противном случае никакого мира не будет, никакой не будет европейской мировой безопасности. Путин, который получит больше, чем имел до 23 февраля 22 года, будет чувствовать и представлять себя как победителем во всей вселенной. НАТО он победил, Америку он победил, ЕС победил, про Украину он вообще не говорит, мы ее одной левой. И поэтому будет все равно желание развязать следующую войну. Ну, вы слышали, что там Гурулев, по-моему, говорил там в частном разговоре, что пора заняться Казахстаном, оттяпать у них северные территории. Он сейчас там вынужден извиняться и говорит, что это все подделка, фальсификация. Но, как говорится, слово не воробей, вылетит, не поймаешь. И таких уже попыток, допустим, там запугать Казахстан, отъемы северных территорий достаточно. Плюс к этому Молдова, где можно развязать гибридную войну, плюс к этому Армения и Гюзия, которые, так сказать, не дают покоя Путина и так далее. То есть война может стать вообще перманентным состоянием Европы. И это не есть хорошо, потому что она в любой момент может перерасти в какое-то масштабное глобальное столкновение. Поэтому нет, вот здесь мы должны четко понимать, что договориться с Путиным как контрагентом можно только с позиции силы, с позиции его поражения, признания им своего поражения. Никакого иного варианта я не вижу. Я не вижу. Может быть, есть люди более умные, более грамотные, более толковые. Любой мир с Путиным превратится в короткое перемирие. Путин без войны не может. Потому что война ему нужна для удержания власти. Он без войны уже не может. Как только наступит мирный период, ему он скажет, а что ты сделал для нас? Вот. И этот вопрос будет без ответа. Он будет вызывать все больше и больше проблем и недовольств. Тем более, там они будут нарастать, эти как снежный ком, эти проблемы в России. Вот, собственно говоря, поэтому я вижу серьезную такую полутупиковую ситуацию. Потому что у Запада нет никакой стратегии в отношении России, никакого плана. в Союзе такого плана нет и в Украине. Там это выгоним, а вы нас отвяжитесь, а мы будем сами жить, не получится такого. Это иллюзия. Значит, нужно решать вопрос к путинизму. Нужно решать серьезный вопрос. Это единственное, что может дать гарантии Украине, в том числе, мира, прочного и стабильного, спокойно строить страну. Вот, это то же самое для всей Европы. Поэтому, ну, я вот вижу только одно, что нужно сейчас оказать такую помощь Украине, военной, технической и прочее, чтобы обеспечить перелом войны. Другого варианта нет. Я бы и рад придумать какой-то другой вариант, но я его не вижу. И планета должен быть у Запада очень простой. Путинизм должен исчезнуть. Как вот исчезнуть коммунизм. А нет такого ощущения, я вот многим уже задаю этот вопрос, что Запад вот такой своей дозированной помощью, я бы сказал, Украине, что он боится в то же время, с одной стороны хочет, конечно, поражения Путина, а с другой стороны боится поражения Путина. Потому что непонятно, какова будет реакция, потому что Путин все время шантажирует Запад ядерным оружием, с одной стороны, а с другой стороны, кто знает, кто будет вместо Путина, будет еще хуже, может быть. Какие страхи есть? Эти страхи подогреваются, в том числе, к сожалению, на мой взгляд, совершенно я слово пытаюсь политическое найти, совершенно, ну скажем, там, не самыми корректными заявлениями различных политиков, в том числе, как в мире, так и в Украине. Все для того, чтобы решить вопрос России, можно там победить всю Россию, всех русских, не путинизм победить, а Россию победить. Вот это первое излуждение. Этого делать нельзя. То есть отталкивать десятки миллионов потенциальных союзников, превращать их в заложников в ситуации, это, в общем-то, делать войну бесконечной. Это первое. И второе, это вот навязчивые идеи, которые отставят не очень умные головы, не знаю, наверное, кто-то в этой воде хочет поймать крупную рыбу. Это для того, чтобы, значит, победить Россию, нужно разбить её там на десятки различных государств. Это вызывает за рубежом истерику. На это никто не готов. На это никто не подписывался. Никто не хочет, чтобы в огромной стране натянённой оружием, в том числе ядерным, оружием водородным, ядерной энергетикой, страна, которая является какой-то там транспортным, огромным транспортным коридором, вспыхнули войны, раздрай пошёл, был потерян контрольной энергетикой над ядерной энергетикой, над ядерным оружием, над вооружёнными силами и так далее. Никто к этому не готов на Западе. И все эти вот заявления «раздробим Россию в пыль», они вызывают абсолютное жёсткое желание прекратить всякую войну, как-то усадить всех за ствол переговоров, закончить её, чтобы не создавать больших рисков. Поэтому, когда отсутствуют стратегии и общая, как бы так сказать, линия поведения союзников, а мы видим, что она отсутствует. У нас есть Орбан, агент Путина, у нас есть Словакия, которая одобряет действия Путина, у нас есть Болгария, где растёт рейтинг поддержки Путина, 37% по последним вопросам. Граждан Болгарии в той или иной степени одобряют Путина. Это серьёзная цифра, об этом надо думать. Когда вот это всё происходит, то на Западе возникает естественно желание как-то вот добиться каких-то пусть временных, но компромиссов, а там посмотрим. Вот я считаю, что тут нужен план, нужна совместная линия поведения союзников, чтобы они выступали единым фронтом. И у них был бы чёткий план, что мы делаем с Россией после войны. И как она должна закончиться, эта война. У нас сейчас нет в мире никакого плана, как она должна закончиться, война чем должна закончиться и что должно быть с Россией. А раз этого нет, поэтому появляются тысячи разных взглядов, мотивов, предложений. По большому счёту сейчас две партии на Западе. Одна партия говорит, нужно добиться победы, а вторая партия говорит, нет, победы добиться невозможно, давайте добьёмся компромисса. И вот между этими двумя большими партиями идёт сражение везде. Там есть промежуточные точки зрения между этими двумя взглядами и концепциями. И вот поэтому бардак. Два шага вперёд, один шаг назад. Дадим самолёты, не дадим. Дадим ракеты, не дадим. Поддержим, не поддержим. Поддержим борьбу за непризнание, не поддержим борьбу за непризнание Путина там. Ну и так далее. Там очень много вот этих шараханий сейчас происходит из стороны в сторону. Потому что нет стратегии, потому что нет чёткого плана, потому что слишком много государств. Вот я всё время упрекаю за... Почему у вас нет Тегерана-43? Ну условного. Условного Тегерана-43, когда там сели державы, разделили мир, разрешили, как он будет устроен. Ну а потом, а мне говорят, а там всего троих было. они на троих-то могли как-то договориться. А у нас только от них членов ЕС там 30. Вот как нам с ними, членов НАТО там 30. Как нам с ними со всеми договориться о единой стратегии? Пусть он, американцы, какую-то примут стратегию, отработают, с нами согласуют, а мы её поддержим. Американцы заняты своими делами. Ну вот и получается, что кто влез, как под рова, известная российская пословица. Ну да, мы с этим задаем, чем кончится война, как кончится, с кем вести переговоры, кто будет давать гарантии, не знаем. Понятно, что надо побеждать. Демократии не могут проиграть тиранией, не могут, не имеют никакого права ни морального, ни исторического. Но некоторые в этих демократиях считают, что это возможно. Таких людей достаточно много, в том числе на ответственных постах и мы это видим каждый день. Все эти точки зрения, взгляды, статьи, публикации и так далее. Ну посмотрите, что творится в Конгрессе США. Строить стенку или не строить это ключевой вопрос современности. А то, что будет ядерная война и не будет, это уже второй вопрос. Если будет ядерная война, зачем стенка, ребят? Да, не весело, не весело. Я так понимаю, что это мнение Геннадия Гудкова, основанное в том числе на разговорах, переговорах и встречах с разными политиками, в том числе западными. Впечатление от этих контактов. Понятно. Есть хорошая новость, есть хорошая новость. Виталий, закончу на хорошую. Европа звереет потихоньку. Европа потихоньку звереет. Правда, да. Европа потихоньку просыпается. Франция вполне серьезно рассматривает вопрос эскалации помощи Украины, я уж так скажу, такими словами. И это не блеф, это не пиар. И я думаю, что позиция Франции будет поддержана многими, ну, не многими, но значительным числом решительно настроенных стран. У меня такое складывается впечатление. Запускается военно-промышленный комплекс после долгой спячки. Так что партия Победы, она работает. Она есть, существует, она влияет. Я так понимаю, что у Франции еще эта реакция на то, что французы считают, что Германия слишком мягко позицию занимает, ну, что новый, как бы, относительно уже теперь новый канцлер Шольц не Меркель. Да, да, и поэтому и поэтому Франция сейчас взяла на себя роль такого роли лидера, лидера, лидера европейского, военно-политического. Это я не предполагаю, вот это я не предполагаю, вот то, что я сказал, я знаю. Это заметно, это заметно. Спасибо, спасибо, я говорю Геннадию Гудкову, и до новых встреч в эфире. Всегда интересно послушать мнение. Наша креда всегда. Спасибо. Наша креда всегда. Пока. Спасибо, всего доброго. Это была программа Вдох-выдох. Меня зовут Виталий Демарский. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова